это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер сегодня возможно несколько неожиданно для кого-то согласен говорим о пасхе о ее смыслах и значений а также о том что значит вера для современного человека и для россии в целом но для начала анекдот рассказаны мне когда-то батюшкой в киево-печерской лавре человека спрашивают а ходите ли вы в церковь человек отвечает чего туда ходить как не приду они все тянут христос воскресе христос воскресе но тот кто в теме что называется понял впрочем это и не анекдот вовсе о реалии жизни ведь действительно большинство людей если приходят церковь то исключительно главным образом на пасху ну или когда беда вот тогда помолиться нужно когда же комфортно когда хорошо от церкви в общем-то и не вспоминают однако на этот счет есть прекрасные изречения иоанна златоустом случилось хорошая благословляя бога и хорошая останется случилось плохое благословляя бога и плохое прекратится слава богу за все но много ли вы знаете людей которые регулярно посещают воскресные службы исповедуются причащаются делаете ли вы это сами но если верите конечно тут многие могут воскликнуть ну а для чего мне это бог внутри меня и мне не нужны никакие посредники ну что тут скажешь знакомая логика вот и нательный крест многим тоже стал особо и не нужен а ведь известны и совсем другие примеры вот например евгений родионов во время первой чеченской войны попал в плен к ваххабитам ему предложили выбор либо ты снимаешь нательный крест либо тебя убьют воин новомученик евгений снять крест отказался и был обезглавлен убит за веру вот лука крымский который проповедовал к слову в симферополе в одной из своих проповедей слова в день памяти святых сорока мучеников севастийских проводя параллели с советскими временами говорит множество верующих отреклось от христа тогда когда никто не мучил их даже не угрожал никакими мучениями когда просто требовалось написать в анкетах верует человек или нет ну а что тут скажешь о веке 21 когда и анкета никаких нет но от веры отрекаются все чаще простите мой навязчивость но я так понял что вы помимо всего прочего еще и не верите в бога клянусь я никому не скажу да мы не верим в он и об этом можно говорить совершенно свободно однако меж тем многие все равно будут на пасхальной службе и слава богу и суть тут важно понимать это не в крашеных яйцах не в куличах а в духовном перерождении само слово пасха значит перерождение церковь празднует пасху 40 дней а предшествует этому великому празднику главному дню в году семинедельный великий пост последняя неделя этого поста называется страстной седмицы и каждый день в ней имеющий приставку великий глубоко символично вот два примера великий понедельник вспоминают иосифа прекрасного и притчу о смоковнице о том что у каждого человека есть свое предназначение он должен ему следовать великий четверг вспоминается тайная вечера на которой господь установил таинство святого причащения отсюда и простонародно чистый четверг вот так собственно до святой ночи субботы на воскресенье когда мы слышим христос воскресе отвечаем уже с радостью в полноте своей воистину воскресе вопрошаем смерть где твое жало и получаем ответ христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ и сущим в ограбе живот даровав вот к слову именно в этих словах о которых стоит подумать во многом и скрыт смысл пасхи христос спустившись в ад показал что смерти нет ведь душа бессмертно и вот тот же иоанн златоуст говорит даже само имя смерти изменил христос она теперь называется уже не смертью но упокоением и сном однако понимаем ли мы с вами что произошло на самом деле хотим ли верить вот великий французский математик блеск паскаль писал если бога нет а я в него верю я ничего не теряю но если бог есть а я в него не верю я теряю все слову есть и так называемая пари паскаля в нем ученый предложил рациональное обоснование веры практически математически приходя к выводу что хвататься за конечные величины нет смысла если можно приобрести величины бесконечные и тут нет никакого парадокса в том что ученые веровали в богом а веровали многие ну например ньютон пастер ломоносов десятки других ведь как заметил основатель квантовой физики макс планк для науки бог есть венец разработки миросозерцания то есть конечная цель для ученых а вот скажите мне друзья ищет ли бога современный человек хочу чтобы бог протянул мне свою длань явил свой лик заговорил со мной но он безмолвствует я кричу ему в туманный мрак но там словно никого нет может и правда нет тогда жизнь это невыносимый ужас невозможно жить сознавая что все тщетно впереди только смерть многие не задумываются ни о смерти не отщите жизни но наступит последний день когда придется заглянуть в бездну до наступит девятнадцатом веке ученые гюст кон сформулировал закон эволюции человечества он писал что человечество прошло две стадии теологическую и метафизическую и оказалось на пороге научной стадии вот веке 21 мы прошли эту научную стадию ведь согласитесь наука уже не как наука в общем-то воспринимается как слуга бизнес и мы приблизились да не приблизились а вошли уже в век потребительского предприниматизма ну говоря проще без этих сложных терминов деньги стали всем мотивом целью высшей ценностью формой власти и так далее деньги как фактическое выражение успеха в культе которого мы все существуем как сказано в евангелии нельзя никто не может служить двум господам и нельзя служить богу и мамоне стало быть человек вынужден выбирать и очень часто он выбирает не бога а мамон однако вот чем фокус и об этом стоит подумать отказываясь от спасителя человек по-прежнему нуждается спасение и потому он ищет его у коучи тренеров личностного роста психологов астрологах экстрасенсов в общем живет своего рода языческом многобожии человек по-прежнему хочется творить себе кумира отыскать своего миссию а лучше стать этим миссии и для себя и для всех остальных да именно так мы существуем важная мысль век ложного мессианство когда ну не знаю каждый третий пророк фейсбука а каждая пятая икона в инстаграм мы смотрим на веру сквозь призму постмодернистской этики где жизнь это проект лично для каждого и все мнения важны мы смотрим на бога сквозь призму собственного раздутого я и к сожалению церкви во многом потворствует этой новой этики церкви во многом часто старается быть актуальной доступны ну и чего уж скрывать церковь тоже к сожалению поразила чума мамон этот вирус мамон ну что они люди как люди любят деньги ну так это всегда было ну легкомысленно ну что ж как результат внешний человек со всеми его атрибутами вроде достатка суеты власти грехов болезней бесконечно разрастается и давит на человека внутреннего вот это очень важный термин очень важное понятие внутренний человек так апостол павел называет духовную составляющую внутри человека напрямую связывающую его с богом и вот только растя внутреннего человека мы способны быть счастливыми это не какое-то общее выражение это на самом деле так ведь смотрите внешний человек если он занят не своим делом обречен на несчастье он чувствует себя несчастным он болеет он стареет и в конечном счете умирает а внутренний человек это факт бессмертен с годами он наоборот становится только мудрее и сильнее от тебя ничего не ускользает ничего не ускользает и никто не ускользает однако между тем точно такая же трансформация точно такая же опасность происходит не только с каждым человеком но и с нацией с культурой чем я говорю вот давайте оглянемся и посмотрим на величие русской культуры ну на величие русской литературы в частности она буквально пропитана христианство и в центре и он находится бог будь то истово веровавшие достоевский гоголь или борец религии толстой или вечно ироничный чехов или лесков с его очень сложным отношением к церкви существовала например традиция рождественского пасхального рассказа вот у меня книги для примера вся русская литература вся русская культура буквально пропитана православной верой в центре и находится бог и поиск богом именно это делало ее во все времена уникальной именно это обеспечивала ее величие перефразируя достоевского на страшном суде мы русские люди русские не по крови а мета культурно конечно же сможем предъявить в качестве своего оправдания именно русскую литературу однако в определенный момент сожалению русская культура русская литература перестала быть связанной с богом с верой она фактически стала чужой и превратилась в такое себе подражательство в подделку и как следствие оказалось не способны не только задавать вот те проклятые вопросы ну и конечно же давать ответы на них собственно так она утратила свое главное достояние свой главный оберег ведь русская культура как и русский народ не может существовать в отрыве от бога и от веры в бог все же закончить этот выпуск я хотел бы на лирической если угодно ноте на светлой ноте для того есть основание ведь трудные критические времена как сейчас это не только испытания но и шанс всегда шанс на перерождение то самое перерождение которым я говорил выше главное как писал чехов переменить жизнь а там все изменится с божьей помощью это всегда можно сделать и россии каждому человеку важно лишь захотеть это сделать христос воскресе но воскреснет и наша страна и наш человек если мы захотим это собственно когда если не сейчас это была программа игра в классике меня зовут платон беседен берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви и терпения и со светлым праздником пасхи и